Ну а теперь к свадьбе молодоженов из Дагестана. А НАТО наделало очень много шума в прямом и в переносном смыслах. Началось все с романтической поездки по Москве, а закончилось уголовным делом. Его возбудили в субботу. Напомню, неделю назад буквально в центре российской столицы стреляли из травматики. О тонкостях кавказских обычаев и их последствиях наш корреспондент Роман Никифоров. Это же не горы, это все-таки столица. Было бы где-то в горах, мы же не против того, что вы там стреляете. Свадебный кортеж в центре Москвы. Девять авто и все как на подбор. Мерседес серии Люкс, Порше Каен, Лексус возглавляет колонну красной Феррари. Откуда родом молодожены догадаться нетрудно, на капотах ленточки под цвета дагестанского флага. По дороге в ресторан хотели погулять у Кремля, но праздник испортили сотрудники полиции. Остановили для проверки и ищут травматическое оружие. Полицейскими было установлено, что свадебный кортеж, состоящий из нескольких автомашин, двигался по Ленинградскому проспекту в сторону Тверской улицы. И в процессе движения несколько участников кортежа открыли стрельбу вверх из травматического оружия. СМИ, ссылаясь на ту же полицию, добавляет, мол, стрельбавилась не только в воздух, но и по проезжающим мимо машинам. А остановить кортеж удалось только со второй попытки. Дагестанцы же все обвинения отвергают, мол, вели себя прилично, не стреляли, а если и стреляли, то не мы. Много кортежей было, и поэтому, кажется, у нас такого нет, туда с кем-то стреляли, потому что мы все заработки, где все заработали, ничего такого нет. Может быть, соседнего кортежа. Вот за нами стоял еще кортеж, они сюда заехали, кортежи. Так или иначе, но версия полиции вполне вписывается в традиционную схему современной дагестанской свадьбы. Конечно, для Москвы стреляющий кортеж пока еще редкость, однако на Кавказе дело вполне обычное. Убедиться в этом легко. Достаточно зайти на сайт YouTube, бить в поисковике, ну, например, «Дагестан свадьба» и вот они, особенности национального бракосочетания во всей красе. Ролики на любой вкус, снятые на мобильный телефон, любительскую или профессиональную камеру, есть и добротно смонтированные клипы с музыкой и спецэффектами. Соблюдены все законы жанра. Дорогие авто, вниманием уделяется порой даже больше, чем самим молодоженам, шумный проезд по городу. Богатый стол, большое количество гостей, которые показывают свою удаль. Присторание это лезгинка, ну или борьба, а на улице грифтинг и стрельба. А вот и два в одном. Джигитовка на БМВ с борьбой прямо на оживленных перекрестках. Патронов и резины не жалеют. В последние 20 лет немножко видоизменилась практика проведения свадеб. Нет, стрельба это не традиционный элемент. Картежи машин это не традиционный элемент. Это вот попытка показать, вот знаете, после распада страны, вот выделиться. Впрочем, праздновать с огоньком модно не только в Дагестане, но и в других кавказских республиках. Вот, например, вооруженная до зубов свадьба в Чечне. Кстати, на днях глава региона Рамзан Кадыров заявил, на огнестрельные салюты вводится строгий запрет. В старые времена стреляли, чтобы подать сигнал, что везут невесту. Теперь это можно сделать по мобильнику, послать СМС. Но вернемся к московской свадьбе. В ходе обыска полиция нашла в одной из машин травматический пистолет без кобуры. Это нарушение. Владельца оштрафовали на 2000 рублей. По 100 рублей заплатили еще несколько гостей из кортежа за использование громких звуковых сигналов. Казалось, на этом история закончится, но дело вызвало большой общественный резонанс. Одно из самых популярных мнений в своем видеоблоге озвучил журналист Сергей Доренко. Вообще, милые Дагих, хочу вас поздравить. Вы посморкались в пиджак всей с*** вертикально-горизонтальной империи. А русские силовики перед вами просто обос... Роскошный, я считаю, хамский подарок к свадьбе. Скажите же. Появился даже новый дагестанский блогер. В своем обращении к Дагам некий Адам Муртазалиев заявил, цитата, «Хватит позорить Кавказ». Вам надо же показать, что вы крепкие, что вы сильные. Проходит парень с девушкой, да русский. Вы этого пацана плечом задеваете. Или вот так разговариваете, когда у вас 3-4 человека на одного. Ведите себя правильнее, пацаны. Наконец, внимание на инцидент обратил даже премьер-министр России. Есть разные культурные традиции, но правовые нормы еще никто не отменял. Поэтому стрелять, скажем, в воздух нельзя на радостях ни в Москве, ни в Махачкале, ни в Нью-Йорке. После этого правоохранительный маховик начал раскручиваться. Двоим гостям свадьбы выписали административный арест. Одному на 5, другому на 15 суток. За несцензорную брань в общественном месте. Созрение полиции, я вас отталкивал. Я размахивал руками. Ну, согласитесь, что беседа происходила на повышенных тарах. А вскоре в деле появилось и первое заявление от потерпевшей. Журналист газеты «Вечерняя Москва» Алина Матыченко говорит, что еще в прошлое воскресенье на выходе из отделения полиции ее ударил один из дагестанцев. Скажите, пожалуйста, сколько раз вы его встретили? Я снимала вот так вот. Он шел впереди, и он не оборачивался, вот так вот ударил меня. Но телефон у меня был как-то ближе, вот так вот. И когда он обратно там локоть как-то, он выбил мне телефон. Приехал уже поздно ночью домой и обнаружил у себя синяк. И я решила, что нужно писать заявление. У представителей дагестанской диаспоры в Москве свой взгляд на событие. Они уверены, что дело раздуто в угоду неким политическим соображениям. И что никакой стрельбы на самом деле не было. По всему Ленинградскому проспекту и по Тверской огромное количество видеокамер. Ни одна из которых не зафиксировала даже высунутые руки. Я не понимаю, зачем так много говорить о Порше, о Бугатти и Мазерати, которые им не принадлежат. Это обыкновенные, высокообразованные люди, ученые и чиновники. Ну а вчера в деле появились новые подробности. Журналисты нашли женщину, которая утверждает, участники кортежа все-таки стреляли по автомобилям. И в лицо ее трехлетнего сына попал осколок фары, разбитый выстрелом. По этому факту полиция возбудила уголовное дело. Роман Никифоров, Евгений Сембиряков, Ольга Соловьева, Айден Мехтиев и Альберт Нурмухамедов вместе из России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА